Добрый вечер, новостях. Дня вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Дайвича. Я Надежда Ведерникова. Смотрите в этом выпуске. Возвращение с карантина. Индустрия фитнеса и развлечений ждет, когда им разрешат открыться. С 1 июля россиянам разрешили путешествовать по стране. Нужны ли для поездки специальные документы? Борщевик атакует Киров. Что делать с опасным растением? 5 лет работы без налогов и договора аренды. В Кирове закрылась незаконная автостоянка. В Кирове скончались еще 2 пациента с коронавирусом. Это мужчина из Нагорского района. Ему был всего 51 год. И жительница областного центра. 86 лет. Таким образом, число смертей в регионе выросло до 32. 7 человек на данный момент подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки выявлено еще 43 новых случая заражения. Общее число заболевших за все время эпидемии почти достигло отметки в 2800 человек. Карантин в домашних условиях сейчас проходит более 7 тысяч жителей области. Это те, кто контактировал с заболевшими и прибывшие из других регионов. По России в целом эпидемия идет на спад. За последние сутки число выписанных из больниц вновь превысило число заболевших. 20% всех фитнес-клубов не откроются после карантина. Об этом уже сейчас заявляет глава Ассоциации фитнес-индустрии страны. Пока в России спортивная отрасль работает в трех регионах. В Кировской области, Татарстане и на Сахалине. Но с рядом ограничений. А вот кинотеатры и сауны по-прежнему закрыты. Но предприниматели говорят, уже сейчас хотят и готовы работать. Елизавета Ермолина в своих фитнес-центрах появляется постоянно. Планерки, текущие дела, редкие индивидуальные тренировки. Но несмотря на то, что тренажерным залом разрешили работать, практически все ее центры закрыты на неопределенное время. Все потому, что заведения Елизаветы работают в формате групповых занятий. А они пока запрещены. 28 июня будет три месяца, как мы не работаем. При этом мы видим, что наш прекрасный город живет практически полноценной жизнью. Горожане гуляют в парках, встречаются. Очевидно, что открытие фитнес-клубов вряд ли изменит эпид-обстановку. Поэтому накануне Елизавета вышла на одиночный пикет к зданию правительства области. Четыре часа она простояла под палящим солнцем, успела пообщаться с губернатором, а на следующей неделе планируется встреча с руководством Роспотребнадзора. Занимаем места, согласно купленным билетам, вместе с колой и попкорном наслаждаемся просмотром. Но это пока в прошлом. Кинотеатры тоже закрыты, предположительно до середины следующего месяца. Об этом говорил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко еще в начале июня. С тех пор новой информации не появилось. Ни один кинотеатр Кирова не закроется, и ни Кирова, ни области. У нас нету всяких супер малышей, которые есть в других городах по 50 мест. У вас супер маленькие зальчики, которые платят огромную аренду и очень немного зарабатывают. Во время гидравлических испытаний, когда у кировчан дома нет горячей воды, единственным выходом были бани или сауны. Вот от этой парилки сейчас осталось одно название, потому что здесь достаточно прохладно. Ведь сауны и бани сейчас не работают. По мнению некоторых специалистов, бани по части требований безопасности не стоит сравнивать с магазинами. В них невозможно избежать непосредственного контакта или совместного использования людьми одних и тех же предметов. Но в кировских саунах сотрудники уже готовы к приему посетителей. Не более пяти человек за посещение, максимум три часа по времени и дезинфекция после каждого сеанса. Закуплены все белизна, вот эти же, как бы, то есть все такое, то, что содержит хлор. Это, естественно, перчатки, щетка, губки, то есть как бы все. Все протирается, все как бы это, все обрабатывается. Но когда общественные бани и сауны смогут возобновить работу, пока неизвестно. Зоя Попцова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Вода в реке Вятки непригодна для купания и может быть опасна. Это подтвердили исследования Роспотребнадзора. С 22 мая по 9 июня специалисты ведомства отобрали и исследовали пробы воды на территории Кировской области. 9 из 15 проб не соответствуют нормам по санитарно-химическим показателям, а 3 пробы из 19 по микробиологическим. Вода непригодна для купания в водоемах, на карьерах в Стрижах, в реке Вятки, в районе городского пляжа, лыжного комбината, филейского пляжа, в пруду поселка Дороничи, а также в Тужинском районе и в Пижанке. С 1 июля россиянам разрешили путешествовать по стране. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Куда кировчанам можно поехать и при каких условиях, расскажет Ульяна Ездакова. Анастасия Старыгина листает рекламные буклеты российских курортов. Директор турагентства решила освежить в памяти информацию об отелях и достопримечательностях. С 1 июля россиянам разрешили путешествовать по стране. Девушка надеется, что туристы придут в офис. На самом деле реально очень много неясности, очень много непонятных моментов и неизвестности. То есть сегодня это так, а вот через 2-3 дня, может быть, какие-то могут быть новые ограничения. Поэтому спрос пока не восстановился и очень-очень-очень низкий. Прямо сейчас можно собрать чемоданы и уехать в Казань или в тур по Золотому кольцу. Уже 1 июля кировские туристы смогут отправиться в Крым и посетить, к примеру, знаменитое Ласточкино гнездо. Никаких специальных справок для поездки не потребуется. Нужен только паспорт. Садиться на карантин по приезду в Крым не придется. Не нужно сидеть две недели в обсерваторе и желающим отдохнуть в Сочи и Ставропольском крае. Взять с собой дополнительные документы туристы должны только в одном случае – если едут лечиться в санаторий. Нужно обязательно взять справку об эпидокружении, паспорт, естественно, и справку об отсутствии ковид. Некоторые туристы решили отправиться отдыхать, не дожидаясь снятия ограничений. Наталья Елина, к примеру, уехала на машине к дочери в Геленджик еще в конце мая. Пришлось женщине сидеть в обсерваторе положенное две недели. Никуда из квартиры ты выйти не можешь. Два раза в день приезжают медики, измеряют себе температуру, и вся семья находится на самоизоляции. Кировчане же в большинстве своем этим летом вообще никуда не собираются. И дело тут вовсе не в страхе заразиться ковид-19. Зачем? Мне и дома хорошо. На Байкал хочу съездить. Жена в Байкале купалась, а я еще держу. Сервис у нас никакой и очень высокий ценник. Нет времени. Как бы другие занятия. Есть у нас. Также с 1 июля внутри страны в полную меру начнут летать самолеты и ездить поезда. Когда откроют границы с другими странами, пока неизвестно. Ясно лишь одно. Даже если вы путешествуете по России, меры предосторожности не помешают. Ульяна Ездакова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Борщевик атакует опасные растения все ближе, подступает к дворам и детским площадкам города. Гуляют дети среди борщевика Сосновского, на парковой 1 в Чистых прудах, на Ульяновской 16 и на Стахановской в районе ОЦМ. И это несмотря на то, что власти каждый год отчитываются о мероприятиях по борьбе с сорняком. Реально ли победить борщевик в материале Евгении Бакиной? Везде вон борщевик этот. Дом на парковой 1 со всех сторон окружен борщевиком. За год ядовитое растение проросло во дворе и добралось до детской площадки. Ребенок подошел, все ожог. Местная жительница разводит руками. Говорит, что не месяц, то есть пострадавшие от борщевика. Сама тоже получила ожог. Не заживал он долго. От него остался розовый след. Вот это все у меня ожог от борщевика. Даже через перчатки он и тоже жжет. Везде его никто не косит. Вот своими силами, сколько где подкаживал. Борются с зеленым врагом жители в одиночку. Управляющая компания «Мегаполис» остается в стороне. Не вмешиваются в процесс и другие компании. Так на Ульяновской, 16, можно смело изучать борщевик. Растения везде. У детских и спортивных площадок. Видите, вот я и поэтому и стою тут, наблюдаю. Он знает, что он опасен. Внук этой женщины благодаря бабушке знает, чем опасен борщевик. А многие другие ребята об этом и не подозревают. Если вы увидели растение широкими листьями и толстым стволом, ни в коем случае не трогайте его голыми руками. Но я в перчатках. Его сок содержит вещества, которые вызывают чувствительность к ультрафиолету. То есть, если сок попадет вам на кожу под воздействием солнечных лучей, то будет сильный ожог. Кроме того, пыльца этого растения у некоторых людей вызывает аллергию. Один из блогеров даже провел эксперимент, нанес на руку сок борщевика. Вначале было весело, но через пару дней мужчина пожалел. Его кожа покрылась волдырями. И таких опасных растений в Кирове становится все больше. В прошлом году борщевик занимал площадь 55 гектар, сейчас 91. Свет, тепло, влага – факторы, которые ограничивают рост растений любого. А у борщевика и у карася общая особенность. Карась живет в бескислородной среде и борщевик в бескислородной среде. Как только не боролся сорняком-агроном, Алексей Чекилев вокруг своего участка клал опил. Проводил эксперимент с топинамбуром, то есть с зеленой грушей. Но борщевик каждый раз проявлял живучесть, поэтому сделал выводы. Лучшие методы борьбы – это рыхление, а еще скашивание и уничтожение семян химикатами. Сильной территорией. На территории должен быть собственник. И ничейной земли-то нет, она вообще-то где-то находится. Но про это забывают власти. В этом году в городском бюджете не заложены средства на борьбу с борщевиком. Зато чиновники пообещали, что в следующем году все учтут. И даже посчитали, чтобы уничтожить растения понадобится 3 года и более 7 миллионов рублей. В Кирове уже 5 лет работает незаконная автостоянка. К такому выводу пришли депутаты на очередном заседании городской думы. Участок под стоянку на улице Азина отдали в аренду индивидуальному предпринимателю в 2012 году. А через 3 года договор с ним расторгли. Но автостоянка до сих пор работает. Там даже выписывают квитанции с указанием несуществующего ИП. Вот такой документ выдавали некая организация «Колакс», город Москва. Эту бумажку депутату Гурдумы Денису Ирохину вручили здесь вчера, на автостоянке на улице Азина. Тут кипела жизнь. За порядком следил охранник. Он же брал деньги с приезжающих автомобилистов. А сегодня машин стало заметно меньше. На будке висит замок и объявление. 26 июня стоянка будет ликвидирована. Этого решения Денис Ирохин ждал несколько лет. Он выяснил, машиноместа здесь организованы незаконно. В 2012 году был заключен договор с неким индивидуальным предпринимателем. И в 2015 году по соглашению сторон с территориальным управлением Первомайского района он был засторгнут. С 2015 года по сегодняшний день договора на данный земельный участок нет. Еще один занимательный факт. Организация, которая указана на талоне, закрыта несколько лет назад. То есть, случись что с машиной, концов не найти, считает депутат. Земля принадлежит городу. После нескольких обращений Дениса Ирохина власти начали проверку. И судя по тому, как быстро, что называется, лавочка свернулась, нечестного предпринимателя нашли. А нечестный он, потому что из-за самовольного использования земли бюджет города потерял около миллиона рублей, посчитал депутат. Сейчас на этой автостоянке находятся 10 транспортных средств, в том числе каток и мотоцикл. Также можно обратить внимание на неухоженное состояние этой территории. Вот здесь склад мусора, трава не скошена, а ограждение в некоторых местах покосилось. Денис Ирохин, да и многие другие кировчане не против дополнительных стоянок. Во дворах места всем автомобилям не хватает. Но делать надо все официально и по закону, чтобы и город был не в убытке, и автовладельцы были спокойны за сохранность своих ласточек. Проблема с парковками в Кирове, особенно в центральной части, назрела давно. За примером далеко ходить не надо. Администрация города – разгар рабочего дня. На всей стоянке свободно только одно место. И то оно предназначено для маломобильных людей. Если верить онлайн-картам, организованных автостоянок в Кирове больше 40. И не факт, что все они работают законно, предположил Денис Ирохин. По его мнению, машины места нужны, но со всеми удобствами и по всем правилам. Елена Шарыгина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа в Налинском районе. Взрослые в момент происшествия были дома. Они ненадолго оставили малыша без присмотра. В итоге мальчик подошел к незакрытому окну мансарды, навалился на москитную сетку и оказался на земле. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. О других происшествиях расскажем далее. В Малмурском районе утонула 17-летняя девушка. Сейчас на реке Вятка идут поисковые мероприятия. Водолозы-спасатели ищут тело. По данным полицейских, 16 июня из Удмуртии в Кировскую область приехали отдыхать три семьи. Местом для отдыха они выбрали островок посередине реки. Вначале на него перенаправили на лодки детей, потом взрослых. В это время, пока родителей не было, дети и 17-летняя школьница бродили по песчаной косе. На глазах остальных девушка оступилась и попала в глубокую яму под водой. Спасти ее не удалось. Кировчанин угрожал полицейскому убийством из арбалета. Видео с места происшествия разместил канал «База». Как выяснилось, в апреле месяце молодые люди устроили вечеринку. Одним из гостей был сотрудник правоохранительных органов. Двое – бывшие заключенные. Они сразу между собой не поладили. Началась драка. Затем один из разъяренных мужчин судимостью достал арбалет. И потребовал от полицейского 10 тысяч рублей в обмен на жизнь. На кадрах видно, как девушка защищает парня и просит выстрелить в нее. В результате пострадавшему удалось убежать. Сейчас возбуждено уголовное дело. Виновнику смертельного ДТП в Тужинском районе вынесли приговор. Четыре года он проведет в колонии поселения. Авария произошла еще 5 декабря прошлого года на федеральной трассе «Вятка». 25-летний мужчина, управляя УАЗ-2112, выехал на встречную полосу. Машина врезалась в «Ладу Приору». В результате аварии погибли три пассажира обоих автомобилей. Сам виновник ДТП и водитель «Лады» получили серьезные травмы. Сейчас обвиняемым нужно выплатить семье одного из погибших компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Сейчас ненадолго прервемся. Впереди много интересного. И вот о чем мы расскажем во второй части нашего выпуска. Недоступная среда. Молодая мама из дома на полевой 14 жалуется на неправильно установленный пандус. Собирают подписи в поддержку. Ветеранские организации предложили присвоить звание Кирову – город трудовой доблести. Сошьют костюмы, сделают декорации и поставят танцевальные номера. Проект «Мастерская творческих профессий» получил президентский грант. Это «Давича» и мы продолжаем. Сделали пандус, но пользоваться им нельзя. Чтобы выйти на улицу из дома на полевой 14, мама двоих детей просит прохожих спустить и поднять коляску. Колеса не проходят по направляющим пандуса. Каким нормативом должна соответствовать конструкция, выясняла Ульяна Яздакова. Чтобы спустить коляску с двумя малышами вниз, молодой маме Полине Дзюиной приходится просить подругу Маргариту. На полевую 14 девушка приезжает на выручку с другого конца города. В феврале в семье Полины на свет появилась двойня – Дарья и Дмитрий. Детям нужен свежий воздух. Вот только каждый выход на улицу для молодой мамы становится настоящим испытанием. Очень тяжело. Одно это сделать вообще нереально. Одной Полине не справится. Руки не выдержат, а коляска может упасть. Каждый раз хрупкая девушка вынуждена подолгу ждать, пока ей кто-нибудь не поможет спустить или поднять коляску. Полин, ну давайте попробуем поднять коляску. Да, это очень даже нелегко. По моим ощущениям, коляска вместе с детьми весит около 30 килограмм. И каждый день поднимать вот такую коляску очень-очень тяжело. Расстояние между колесами коляски около 75 сантиметров, а ширина пандуса на 10 сантиметров меньше. Вот и не может Полина пользоваться конструкцией. При этом по нормативам ширина пандуса должна быть не менее одного метра. Девушка обращалась в управляющую компанию с просьбой отогнуть борты у металлических направляющих – швеллеров. Сделали только внутреннее. Толку никакого. Пандус не стал шире. Я вот выхожу и чувствую себя беспомощной. Иногда даже хочется просто плакать от того, что я просто не могу выйти с детьми погулять. Проблему нужно решать не только с УК, но и застройщикам, и тем, кто принимал дом, уверен активист ОНФ Иван Глинчиков. Жилье сдали в декабре 2017 года. По закону все дома, введенные в эксплуатацию после 1 января 2016 года, должны соответствовать требованиям доступной среды. Должен быть полноценный пандус, например, слева от этого крыльца. Ширина этого пандуса самого марша – метр. Он должен быть с поручнями, расстояние между поручнями – 90 сантиметров. И самое главное – уклон этого пандуса должен быть 1 к 20. То есть на метр высоты должно быть 20 метров длины. Почему дом приняли с таким пандусом – непонятно. От юриста совет один – обратиться в прокуратуру. Застройщикам могут оштрафовать на сумму от 50 тысяч рублей. И даже привлечь к уголовной ответственности. Если у нас установленный пандус не по нормативу, в последующем человек причиняет себе какое-то увечие из-за этого – это раз. Соответственно, если у нас устанавливается, что жилищная инспекция, которая принимала дом, подписывала акты, либо проглядела, может быть, умышленно приняла такой дом, соответственно, к ним возникнут вопросы. Сейчас активисты направили письмо в управляющую компанию. В планах также обратиться к застройщику с требованием переделать или заменить пандус. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича. Власти области будут добиваться, чтобы Кирову присвоили звание «Город трудовой доблести». Об этом заявил губернатор Игорь Васильев. С инициативой присвоить городу звание федерального значения выступили местные ветеранские организации. Для чего это нужно и как может измениться в буквальном смысле облик города, если Киров получит это звание, знает Дмитрий Житарчук. Ветераны очень были довольны тем, что город наш имеет вот такой статус. Любовь Копанева знает все о желаниях местных ветеранов. Возглавляет городской совет. Особенно трепетно, рассказывает, они относятся к сохранению и почитанию исторической правды. Очень было им приятно, когда еще в 2012 году Кирову присвоили звание «Город трудовой славы». Но это статус регионального значения. Поэтому, когда указом президента 1 марта 2020 года было учреждено звание «Город трудовой доблести», оно федерального значения, тут же решили, нужно подавать заявку. Ни у кого сомнений нет. Киров достоин такого статуса. Судите сами. В годы войны, в первые годы войны, на территорию города Кирова была эвакуирована 71 единица предприятий, фабрик и заводов. 71. Это одна. Это 500 тысяч человек, которые трудились и ковали победу в тылу. А это как раз главное условие. Звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, чьи жители внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, работая на промышленных предприятиях. О таких историй Киров знает тысячи. Около этого танка я на Октябрьском проспекте. Я не могу спокойно проходить. В машине усыну, я реву. Он говорит, мама, да, перестань. Как правило, ближе к 9 мая горожане узнают из таких сюжетов о том, как нелегко пришлось горожанам в годы войны. Съемка 2013 года. Кировчанка Вера Фасхуддинова рассказывает, в 15 лет она уже работала на заводе «Маяк». С 8 утра до 8 вечера. Точила детали для танков и «Катюш». Вставала на два поддона, чтобы достать до станка. Получала за работу 800 граммов хлеба в сутки. Вот этот голод нас одолеет. Голод и холод. О подвиге тружеников тыла должна знать вся страна, решили горожане в 2020-м. Скоро стартует сбор подписей в поддержку того, чтобы Кирову присвоили звание «Город трудовой доблести». 15 норм по 18 норм выполняли. То есть это уже вообще что-то запредельное. Член городского совета ветеранов Константин Помаскин поддерживает инициативу. Часто общается с тружениками тыла. Знает, как трудился город сутками под лозунгом «Все для фронта, все для победы». «Каждый, кто был призван в армию, получил гранату, выпущенную в нашей Кировской области. Каждый пятый автомат и миномет тоже были выпущены у нас. Каждая четвертая авиабомба была выпущена у нас. 30% бойцов были одеты в полушубки, выпущенные в Кировской области». Власти области уже поддержали инициативу о присвоении Кирову статуса федерального значения. Если его присвоят, облик города может измениться в буквальном смысле. «Своего рода символом города трудовой доблести станет вот этот сквер на пересечении профсоюзной Карла Маркса. Помимо уже существующего памятника юному работнику предприятия с автоматом ППШ, здесь появятся стеллы в честь заводов, в том числе эвакуированных в годы Великой Отечественной войны сюда, в город Киров. Вот здесь пройдет широкая аллея с выходом на Карла Маркса, и здание кафе, естественно, будет снесено». Получить звание города трудовой доблести власти рассчитывают к 650-летию областного центра. Для этого нужно собрать подписи в поддержку почетного звания и отправить их в Москву. Работа начнется уже в этом году. Сто кировских школьников познакомятся с творческими профессиями. На базе Дома детского творчества «Овдохновение» будет реализован проект «Победитель конкурса президентских грантов. Мастерская творческих профессий». Старшеклассники вместе со специалистами подготовят к Новому году представление для всего города. Как будет все выглядеть, расскажет Елена Шарыгина. Шить костюмы, готовить декорации, ставить танцевальные номера, делать качественные фотографии. Этому и многому другому смогут научиться кировские старшеклассники через несколько месяцев. Проект «Мастерская творческих профессий» выиграл конкурс президентских грантов. Школьники примут участие в подготовке новогоднего представления. Вместе с опытными художниками, хореографами и музыкантами. Проект «Мастерская творческих профессий» является синтезом большого опыта педагогического, который мы уже накопили, по работе со старшеклассниками в профориентации. А также большим опытом создания новогодних представлений, которые мы делаем более 10 лет. Идея создать подобный проект в Доме детского творчества появилась во время весенней самоизоляции. Точнее, долгосрочные планы появились давно, но не было времени довести все до ума. При рассмотрении проектов конкурсная комиссия оценивала социальную значимость, охват аудитории, ну и финансовую составляющую. Сколько денег нужно для реализации задуманного? Сумма в грантовой поддержке была 900 тысяч. Также мы софинансируем, это обязательные условия фонда президентских грантов, чтобы показать, что мы тоже заинтересованы в реализации данного проекта. Все денежные средства пойдут на именно реализацию проекта, на закупку необходимых материалов, оплату специалистов. Центр вдохновения в качестве базы для мастерской был выбран не случайно, рассказали сотрудники. Одна из их специализаций – это как раз реализация различных проектов. В Доме детского творчества все для этого есть. У нас очень активно ведется работа с педагогическими работниками через учебные семинары, через проектные семинары, через конкурсы проектов среди педагогических работников. У нас активно подключены обучающиеся старших классов к проектной деятельности. Старт для мастерской творческих профессий назначен на 17 августа. Сначала придумают сценарий, а в начале сентября соберут детей. Проект рассчитан на 100 школьников. Это будут активисты, ребята из многодетных семей и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Итогом проекта станет новогоднее представление в Доме культуры «Родина» в конце декабря. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давича». На этом я с вами прощаюсь. Напомню, вы также можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Надежда Ведерникова. До свидания.